Окей, начнем. Итак, кто я есть? Меня зовут Леша Лягилев, я работаю в EPUM, лейтинженером, и в EPUM я занимаюсь тем, что мы помогаем различным компаниям дизайнить in-memory, компьютинг и дейтогриды, в основном на технологиях Geospaces, также немного Storm, Spark. О чем сегодня я хочу поговорить? Откуда вообще весь этот зверинец с монадами, моноидами появился, вырвался? Что у нас было? В начале прошлого века и в середине математики, ученые работали над такими разделами математики, как абстрактная алгебра и теория категорий. Ну, как обычно, математики что-то там непонятное сидят, никто их не видит, рассуждают с какими-то абстрактными терминами, доказывают какие-то теоремы, вводят какие-то концепции, но сами толком не понимают, как этим вообще пользоваться. И что-то там делают-делают, но результата никакого нет. Чем конкретно они там занимались? В основном они изучали какие-то абстрактные концепции и абстрактные структуры и взаимоотношения между этими структурами. В начале 90-х некто, итальянец Евгений Омоги написал работу, в которой впервые опубликовал, как вообще можно использовать монады в программировании, как можно структурировать программу, используя монады. Несколько позже ребята Саймон Пейтон Джонс и Филипп Вадлер использовали эту работу для того, чтобы они создали язык Haskell, это чисто функциональный язык. И они были как бы под впечатлением математиков, работы итальянца и привнесли некоторые концепции из математики в язык Haskell. Ну, что интересно, это то, что в Haskell монады являются ключевой концепцией, то есть вы даже не можете написать хиловерд, не используя монаду. В 2003 году Мартин Адерски под впечатлением таких языков, как Java, Haskell и Erlang создает язык Scala, который, это язык, где он попытался объединить лучшие из двух миров, из объектно-ориентированного программирования и из функционального программирования. В 2014 году у нас выходит 8 Java, Javaщики со всего мира возрадовались, потому что им наконец-то добавили возможность функционального программирования. У нас появились лямбды, у нас появились стремы и вообще радости нет предела. Ну, соответственно, когда проектировали Java 8, разработчики тоже были, естественно, под впечатлением от Scala, под впечатлением от Haskell, и друг от друга они, как обычно, какие-то идеи забирают. О чем я хочу сегодня поговорить? Я хочу поговорить, как некоторые концепции из математики, конкретно монады и моноиды используются в функциональном программировании, чем они вообще полезны и как научиться их использовать и вообще стать лучшим программистом. Окей, что такое монады? Кто вообще понимает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, отлично. О, отлично. Наши рекрутеры тебя запомнят и запишут. Ну, честно говоря, я тоже не понимаю, что такое монады. Когда я что-то не понимаю, я иду в Google и пишу запрос. Идем в Google, пишем, что такое монада. И, ну, математики утверждают, что монада — это просто моноид в категории энтофункторов. Какие вообще проблемы у вас? Все как бы просто, и на этом можно было доклад закончить. Ну, о чем тут вообще говорить? Кто-то утверждает, что монада — это буритто. Кто-то в интернете, как обычно, не согласен и пишет, и говорит, что монада — это все-таки не буритто. Кто-то говорит, что монада — это слоны. Ну, мне ничего не понятно. Итак, итого, у нас получается какое-то непонятное, пугающее название. Многочисленные, немного безумные туториалы в интернете приводят к тому, что монады вообще считаются чем-то таким сложным к пониманию, и вообще народ их боится и говорит, нет, какие монады, о чем. Ну, и непонятно вообще, кому они нужны и зачем их использовать. Давайте попробуем разобраться. То есть все мы там оперируем, знаем в Java, и у нас есть всякие паттерны, визиторы, обсерверы, и мы все этим умеем пользоваться. Давайте мы просто скажем, что монада — это тоже некий паттерн. Это паттерн, который связывает вычисления, используя какую-то стратегию. То есть все вроде просто. У нас есть какие-то вычисления, мы их связываем в какую-то стратегию. Мы связываем эти вычисления, используя некоторую стратегию. То есть мы говорим, что это просто паттерн. Ну окей, раз паттерн, давайте посмотрим на какие-нибудь примеры, где этот паттерн вообще применим. Рассмотрим вот такой вот код. Ну, я думаю, вы как бы в шаблон этот знакомы, и все когда-нибудь писали вот такую вот вапшу. То есть в чем мы тут делаем? Мы сначала находим какого-то пользователя, потом мы пытаемся вычислить адрес этого пользователя, потом мы ищем zip-код, потом мы делаем еще что-то. То есть мы выполняем какие-то вычисления. И на каждом этапе нашего вычисления у нас это вычисление может ничего не вернуть. То есть в Java оно возвращает now. И нам приходится писать вот такую вапшу, где мы эти вычисления связываем. То есть мы проверяем now, не now. Если не now, идем дальше. Если now, то отдаем now и забываем. Кто пишет на Java 8 вообще знаком с лямбдами и стримами там? Ну, большинство. Отлично. То есть вы знаете, да, что в Java 8 у нас появился такой утилитный класс optional, который нам позволяет, в принципе, вот этот код вапшистый переписать вот в такой, более короткий, более, в принципе, читабельный. То есть что мы здесь делаем? Мы немного зарефакторили наши эти вычисления. Теперь они вместо просто результата, который может быть now, они возвращают optional. Где optional у нас это такой контейнер, который говорит, что в нем что-то может лежать, а может и не лежать. И у нас есть функция flatmap в optional, с помощью которой мы связываем наши вычисления. То есть что мы делаем? Мы пишем вот такую цепочку flatmap, которая, в принципе, достаточно читабельна и всем понятно. То есть ты взглянул, посмотрел, что optional, flatmap, лоп-лоп, и все понятно. То есть наш optional, он комбинирует вычисления, используя астративы, когда вычисления, можешь не вернуть результаты. Все просто. Второй знакомый нам пример. Допустим, у нас есть список каких-то компаний. И у каждой компании есть список отделов. В каждом отделе работают сотрудники. И мы хотим получить список вообще всех сотрудников этих компаний. Что бы мы делали в императивном подходе? Нам бы пришлось писать какие-то внутренние форы, делать внешний какой-то лист, который аккумулирует результаты, и туда складывать этих сотрудников. В Java 8 стримах мы можем написать в таком лаконичном духе. То есть три строчки, мы используем стрим, и наш flatmap, он соединяет вычисления. В данном случае у нас вычисление может вернуть несколько результатов. То есть на каждом этапе у нас вычисление возвращает несколько результатов, и наш стрим эти вычисления связывает. Вроде бы все понятно. Итак, что у нас общего между этими двумя примерами? У нас был какой-то контейнер, назовем его m, он мультипизирован с параметром t. У нас был метод flatmap, который мы везде использовали, который принимал функцию из некоторого параметра в контейнер, в контейнер, но другого типа, mu. И у нас был некоторый способ, когда у нас было просто значение, и мы его квали в контейнер. То есть мы можем сказать, что мы могли бы написать какой-нибудь статический метод или функцию, статический метод, юнит, который принимает какое-то значение и кладет его в контейнер. Ну и вот это вот мы, в принципе, получили уже более строгое определение монады. То есть что такое монада? Это вот такая вот тройка. То есть у нас есть некоторый контейнер, у нас есть метод flatmap, который связывает наши вычисления, и у нас есть некоторая конструкция, которая берет какое-то значение и кладет его в этот контейнер. Но здесь мы пока определили просто сигнатуры, да, некоторую. Мы пока ничего не говорили о том, как это все-таки должно быть реализовано. Да. И как бонус, используя flatmap и юнит, мы вот таким вот образом можем реализовать по ходу e-map. В принципе, достаточно понятно должно быть. Так вот, мы пока написали просто некоторую сигнатуру, но мы не сказали, как это все должно быть реализовано, чтобы оно несло какой-то смысл. Для этого у нас есть законы монад, которые говорят, что вот то, что вы во flatmap и в юните напишете, это не какая-то ерунда, да, там, которая непонятно вообще, что делает. А оно должно нести какой-то смысл, и когда вы начнете пользоваться этими flatmap, то будет какой-то предсказуемый результат. Логично. У нас есть три вот таких закона. Левая, правая единица говорит о том, что у нас flatmap и юнит согласованы. И ассоциативность у нас говорит о том, что наши flatmap ассоциативны. То есть, как в математике, мы можем скобочки поставить в любом порядке. Мы можем сначала сделать flatmap, либо мы можем сначала применить нашу функцию, потом к ней flatmap и опять flatmap. Ну, может быть, сходу не совсем понятны эти законы, но на практике не переживайте. Давайте посмотрим еще какой-нибудь типичный пример. Допустим, у нас есть какой-то пользователь, у него есть, у нас есть заказ этого пользователя и есть оплата. И что мы делаем? Мы хотим этот заказ отправить, допустим, в какую-то стороннюю систему, то есть засубмитить наш заказ. Для этого мы ищем вот эту нашу тройку, user, order, payment. Но здесь они optional, то есть они могут быть, могут не быть. И нам нужно запустить наш метод submitOrder, выполнить. Для этого нам как бы из-за нашего контейнера надо каждый раз из этого контейнера вынуть наше значение. Для того, чтобы вынуть, вам придется написать вот такую цепочку футмэпов. То есть мы каждый раз как бы вынимаем наше значение из контейнера. Но вот это становится все уже нечитабельно и мне не нравится. Так как это достаточно распространенный вообще паттерн функционального программирования, в функциональных языках есть поддержка Monat из коробки. То есть у вас прямо в языке есть поддержка Monat. И, например, в Scala мы вот этот же код можем переписать уже в таком лаконичном и читабельном, используя for comprehension. То есть вот этот for comprehension в Scala, это просто синтетический сахар, который в итоге разворачивается вот в такую вот цепочку. Ну, это уже намного лучше. Мне, например, намного больше нравится читать вот такой код, чем вот такой, который сверху. Окей, тут кто-то должен встать и сказать, ну, optional, стримы, я это все видел, покажи мне еще Monat. Есть вам Monat еще. Рассмотрим какой-то более практичный пример. Допустим, мы хотим парсить какую-нибудь строку. И есть такая прикольная идея функционального программирования, которая называется Monatические парсер-комбинаторы. Так вот, что у нас такое парсер? Парсер — это просто функция, которая принимает строку, парсит из нее что-то и возвращает результат. Где результат у нас может быть либо success, то есть успешный, когда мы что-то распарсили и вернули остаток строки, где мы, ну, не смогли ничего распарсить. Либо он мог упасть, сказать, ну, ничего не могу распарсить, до свидания. То есть мы объявили, сказали, что у нас есть парсер вот такой вот трейд, объявили наш парсерезалт, и теперь мы можем достаточно просто написать вот такие вот атомальные наши парсы — digit, letter и space, которые будут брать строку и вычленять из нее либо букву, либо цифру, либо пробел. Написали. Теперь самое интересное. То есть вы уже догадались, да, что этот парсер-комбинатор является монадой. Почему он является монадой? Ну, представьте, у нас есть какая-то строка. Мы на ней запустили какой-то парсер, допустим, который вычленил букву, потом мы хотим вычленить цифру, потом мы хотим вычленить пробел. То есть нам эти вычисления надо как-то соединять. И вполне логично предположить, что есть стратегия вычисления, достаточно простая. Если наш первый парсер упал, то следующий запускать не надо, все, мы больше ничего сделать не можем. Если у нас получилось распарсить, то мы этот результат как бы запомнили, взяли вот этот остаток строки, который у нас остался, и отдали его следующему парсеру. То есть у нас получается, что мы соединяем наши атомальные парсеры. Ну, то есть здесь вот этот понимать код флотмэпа и мэпа не обязательно. То есть, ну, я хотел здесь показать, что, в принципе, можно написать там буквально одну строчку, если написать несколько вспомогательных функций. Так вот, что мы сделаем еще? Мы возьмем еще, напишем такой метод, как звездочка, который что будет делать? Это метод трейда парсер, который будет из нашего парсера делать парсер листа. То есть он будет пытаться наш парсер применить так много раз, сколько сможет. То есть если мы взяли парсер, который вычленяет букву, он будет эту букву пытаться вычленить столько раз, сколько сможет, пока не упадет. Окей, вот мы реализовали все эти штуки, теперь мы можем их использовать. Возьмем вот такую вот строку, где у нас есть имя, фамилия и какой-то телефон. Теперь мы можем написать, используя в скале нашу for comprehension, в таком вот прикольном читабельном виде. То есть мы говорим, что мы сначала парсим все с ним, которое является много букв. Потом мы говорим, что у нас идет пробел, который мы игнорим, нам не нужен. Потом мы говорим, что у нас фамилия, это тоже много букв. Потом у нас идет опять пробел, и телефон — это много цифр. Вполне читабельно, понятно и поддерживаемо. Потом мы просто берем и отдаем нашего юзера. Очень прикольно. Итак, какие у нас еще есть монады популярные и общеизвестные? Option optional, о котором мы поговорили, то есть это монада, которая работает с вычислениями, где вычисление может не вернуть результат, скажем так. У нас есть лист в скале и в javistream, который работает с вычислениями, где вычисления возвращают несколько результатов. Future, Task и Completeable Future, который проявился в Java 8, они работают у нас с асинхронными вычислениями. Очень удобно в скале, используя For Comprehension, работать с фьючерами. То есть код становится такой линейный и понятный. Есть у нас такая библиотека в скале, в Scala Z, которая реализует многие идеи функционального программирования. И в ней есть монада Reader. Это такая монада, где наши вычисления работают с некоторым общим read-only объектом. То есть, например, используя эту монаду, в скале можно реализовать dependency injection, такой легковесный, без всяких фреймворков, просто используя монаду Reader. Reader нам позволяет, это монада, где наше вычисление, оно кроме того, что продюсит какой-то результат, оно еще делает нечто большее. И вот эти вот экстра значения мы хотим аккумулировать между нашими вычислениями. То есть, как пример, у нас есть вычисление, которое пишет в лог. И мы этот лог не просто хотим делать println прямо сейчас, мы хотим между нашими вычислениями этот лог накапливать и потом, скажем, отправить по e-mail или записать в базу данных, или еще что-нибудь сделать. Вот мы можем использовать монаду Reader для этого. State у нас это такая себе комбинация между Reader и Writer. Это когда нам между нашими вычислениями нужно протаскивать некоторый объект. То есть, вы, наверное, сразу узнаете, может быть, какой-то свой код, когда у вас есть некоторые функции, где с одинаковым параметром вы его принимаете, возвращаете, мутируете. То есть, вы его протаскиваете между цепочкой вашей функции. Но для этого можно использовать State. Try и Scala Z Injection работают с вычислениями, которые могут вернуть, которые могут зафейлиться, вернуть exception. Окей, подытожим немного. Что мы вообще получили с помощью монад? Ну, во-первых, мы избавляемся от нашего boilerplate, вот этого клея, который соединяет наши вычисления. То есть, мы его один раз реализовали, мы его запихнули в монаду, его никто не видит. То есть, мы как бы спрятали наши сайд-эффекты в монаду. Наш код становится более читабельным и модульным. То есть, ну, вы видели, да, что это легко читать становится, меньше ошибок, и мы наши модули, наши вычисления можем комбинировать в большие вычисления. Ну, и у нас появился некоторый новый термин, который мы можем сказать, что вот я тут реализовал монаду, и всем сразу стало понятно. Точно так же, как вы подходите к вашему тиммейту и говорите, что я тут написал abstract vector, и ему не надо дальше объяснять. То есть, это просто такой себе паттерн. На этом первая часть заканчивается. заканчивается, и вторая часть моноида. Окей, ну, если вы поняли монады, то моноиды – это вообще детский сад. Все очень просто. Кто слышал про лямбда-архитектуру? Раз, два, три, четыре, пять, ну, человек шесть. Отлично. Ну, расскажу, да, вкратце, о чем речь. То есть, когда мы работаем с Big Data, у нас есть два лагеря фреймверков. У нас есть бэш-фреймверки, у которых большой сраббут, но в то же время большое лейтенси, но и они работают стабильно, то есть без ошибок. И у нас есть второй лагерь – реалтаймовые фреймверки. То есть, они работают со стримом. В чем плюс? Плюс в том, что у них маленький лейтенси, но в то же время и меньший сраббут. И зачастую бизнес ставит задачи, и, как обычно, заказчик хочет все и сразу. То есть, мы хотим и анализировать наши какие-то исторические огромные терабайты данных, и в то же время введить аналитику прямо сейчас, реалтаймовую. И поэтому логично, что каким-то образом нам нужно использовать и бэш-процессинг, и стрим-процессинг. То есть, типичные фреймверки для бэш-процессинга – это Hadoop, для реалтайма – это Storm. И в чем состоит идея? Идея состоит в том, что к нам приходят новые данные, мы их пропускаем и на бэш, и на стрим, и потом каким-то магическим образом ковыряем результат и бэтча, и стрима, мерджим их и отдаем на UI пользователю куда угодно. Ну, звучит красиво, то есть какие-нибудь астронавты, архитекторы нарисуют такую картинку, и на этом все закончится, скажут, ну вот вам архитектура, педаль делайте. Ну, тут много вопросов, как это вообще реализовать. То есть идея прикольная, понятная, но не все так просто. Так вот, небольшая история. Когда мы на GigaSpaces в основном делаем реал-тайм аналитику на наших проектах, и периодически возникает задача, как все-таки сделать лямб-архитектуру. И когда вы начинаете копать и искать вообще, кто как это делает, оказывается, что ребята в Твиттере, они вот написали, сделали вот такую библиотеку, самих было достаточно прикольную, и вполне успешно у себя ее внутри Твиттера используют. В чем тут, в чем идея и большая мысль? Во-первых, они говорят, что ваши джобы можете написать всего один раз. Вы пишете один раз, а потом вы раноете ее чуть ли не на любой платформе. Ну, оно работает у них только на шторме и ходу. То есть в теории мы могли бы написать реализацию, например, для GigaSpace и использовать, раноть наши джобы и на GigaSpace, и одновременно и на Hadoop. Второе, это то, что во всех своих пейперах и докладах они только говорят, что о моноидах. Моноиды — это все. Давайте попробуем вообще разобраться, при чем тут моноиды, и что это вообще такое. То есть вот так примерно выглядит Hello World, World Counter на Summit Bird. То есть это фреймворк на скале. Ну, тут типичный, да, такой верткаунтер. То есть мы на входе получаем какие-то предложения, мы их бьем на слова. Каждому слову мы мэпим единицу, потом мы группируем и суммируем по словам. Все, в принципе, понятно, и так выглядит, да, так мы делаем типичный наш MLB Produce. Ну, если мы начнем разбираться, посмотрим вообще, что тут к чему, посмотрим на ассигнатуру самбо-йки, и тут что-то всплывает непонятно. Тут появляется какой-то имплисит, семи-групп, что это вообще такое, не ясно. Какие-то по-группы. Ну, вроде как, не все так сложно. То есть что такое по-группы и мануид? Тут, я не знаю, вас не должно, в принципе, пугать какие-то математические плюсики, ну, если вы все это видели, не знаю, в 7-8 классе, то есть все очень просто. То есть что такое по-группы? У нас есть какое-то множество, у нас есть на нем бинарная операция, которую я здесь обозначаю плюсиком. Но не думайте это как про плюс, думайте это как про какую-то бинарную просто операцию, это может быть что угодно. Так вот, что такое наша семи-группа? Семи-группа — это у нас наше множество, наша бинарная операция, и мы говорим, что она должна удовлетворять вам свойствам. Во-первых, если мы складываем любые два элемента из нашего множества, он должен все еще принадлежать нашему множеству. То есть мы не должны выходить за рамки нашего множества. И второе — это то, что оно должно быть ассоциативным. То есть мы скобочки можем поставить в любом месте. Что такое мануид? Мануид — это по-группы с единичным элементом. Что такое единичный элемент? Такой элемент, который мы складываем с любым другим элементом из нашего множества, и он не меняет этот элемент. То есть какие примеры? Примеры — это, например, умножение чисел, где у нас единичный элемент — это единица, потому что мы единицу умножаем на любое число, получается то же число. Если мы берем сложение чисел, то у нас единичный элемент — это 0. Если мы берем конкатенацию строк, то единичный элемент — это пустая строка. Ну, вроде все понятно. То есть звучит страшнее, чем есть на самом деле. Теперь, как же все-таки маноид, какое он имеет отношение к нашим распределенным вычислениям? То есть, ну вот так вот, немного не поместилось, почему-то. Вот так вот выглядит наш, как мы типично делаем наш мэп-родюсер. У нас есть какие-то вкладные данные, мы их пропускаем через два стейджа, через мэп, через редюсеры. И считаем, делаем какие-то вычисления. Что у нас получается? У нас получается, что… в чём прикол маноида? В том, что наша бинарная операция, она позволяет нам реализовать… Мы можем использовать наш мэп-родюсер, потому что мы берём два элемента маноида, выполняем на них нашу операцию, у нас получается тот же маноид. Ассоциативность нам помогает параллелить наши вычислениям. Посмотрим, почему. Единичный элемент нам помогает просто скипать, пропускать вычисления. То есть, если у нас есть какой-то единичный элемент, нам незачем. Нам не нужно применять наши вычисления, потому что он не поменяет никак результат. То есть, это как такая себе оптимизация. Теперь про ассоциативность. То есть, если у нас ассоциативность, есть такая теорема, которая, наверное, называется… Общая теорема ассоциативности или что-то в этом духе, которая говорит, что если у нас есть последовательность, мы делаем А плюс Б плюс С плюс Д, то мы можем скобочки, по сути, расставить в любом месте. Ну, в принципе, это достаточно очевидная теорема. То есть, у нас есть такое вычисление. Если оно ассоциативно, мы скобочки можем расставить в любом месте. Чем это вообще помогает? Вот чем. То есть, раз мы скобочки можем расставить в любом месте, это значит, что мы вот это вычисление можем сначала запустить сложение А плюс Б, одновременно с ним запустить вычисление С плюс Д, одновременно с ним запустить вычисление Е плюс Ф, потом зародьюсить, потому что у нас есть наша операция, и мы знаем, что у нас наш моноид никуда не будет, опять же, будет моноидом, то есть мы радиусим, и таким образом наша ассоциативность, наша как бы позволяет нам параллелить наше вычисление. Но не совсем так, потому что, да, не все так просто, потому что, когда мы, например, возьмем наши стриминг-фреймверки, в наши редьюсеры, из-за того, что сеть наша как бы асинхронна, в наши редьюсеры значения могут прийти в любом порядке, мы гарантировать порядок не можем. То есть к нам может сначала прийти Б, потом к нам прийти А, или сначала прийти А, потом прийти Б. Поэтому нам нужна коммутативность, которая нам позволит все-таки выполнять наши вычисления в любом порядке. То есть А плюс Б или Б плюс А. Отлично. Вернемся немного к нашей лямбд-архитектуре. То есть мы как бы поняли, что наша семигруппа иммоноид позволяет нам параллелить наши вычисления, делать редьюсы. Таким образом это все применимо к лямбд-архитектуре. Итак, что мы делаем в лямбд-архитектуре? У нас есть два параллельных процессинга. Первый у нас бэдж-процессинг, где мы каждый раз полностью пересчитываем весь наш датасет. То есть мы, скажем, раз там в какое-то время полностью пересчитываем наш датасет. Он у нас медленно работает, но работает корректно, без сбоев, и все отлично. И у нас есть наш реалтайм-процессинг, который, что мы делаем? Мы, ну, во-первых, мы сначала говорим, что мы все наши данные разбиваем на бэджи, скажем, по одному часу. Вот к нам приходят данные, мы их бьем на бэджи по одному часу. И наш реалтайм-процессинг, он считает эти бэджи, каждый бэдж отдельно, независимо. Каждый бэдж из нуля. Что у нас получается? У нас получается, что для того, чтобы нам соединить результаты выполнения реалтайм-процессинга и бэдж-процессинга, что нам нужно сделать? Нам нужно пойти в наш бэдж-лэйр, узнать, какой последний бэдж он намолотил, то есть в данном случае B5, да, взять этот результат. Потом мы знаем, что наш реалтайм-процессинг, он к нашему моменту времени уже намолотил остаток, который бэдж-процессинг не успел посчитать. То есть оттуда мы возьмем наши B6 и B7 бэджи, и так как наши элементы являются полугруппой, мы их корректно можем смежить. То есть результат A плюс B плюс C плюс D плюс E плюс F мы можем взять и приплюсовать к нему G и H. Таким образом мы получим актуальные данные на наш текущий момент. В чем здесь еще интересность? Она состоит в том, что реалтайм-процессинг, ну вообще реалтайм-аналитика, она не всегда обязательно для бизнеса нужна прям точный, корректный результат. Если вы открываете какой-нибудь ролик на YouTube, смотрите там количество просмотров, ну если вы увидите немного не такое количество просмотров, которое есть прям в текущий момент, ничего страшного не случится. То есть все переживут. Поэтому в принципе мы толерантны к некоторым ошибкам в реалтайм-процессинге, и это дает нам некоторую свободу. То есть, как вы знаете, делать так, в реалтайм-процессинге большие проблемы с корректностью, с экзекливой семантикой, поэтому у нас есть некоторая свобода, как делать его быстрее, и пусть даже там будут какие-то ошибки. Смысл в том, что эти ошибки в конечном итоге потом опять покроются бочепроцессингом. То есть в тот момент, если у нас в каком-то бочепроцессинге была ошибка, у нас eventually наш бетч-процессинг, эти данные потом все равно пересчитают. То есть вот эти вот наши результаты бетчей в нашем реалтайм-процессинге, их можно, они в принципе летучие такие, то есть они нужны нам только в тот момент, когда нам нужны данные. В конечном итоге все наши данные мы посчитаем правильно. Окей, ну тут вы должны сказать, что там складывать, умножать число, это какой-то детский сад, зачем вообще моноиды? Что-то непонятное. Давайте посмотрим какие-то более сложные примеры моноидов. Бумфилтр. Ну, достаточно распространенная структура данных, но я расскажу. Итак, что это такое? Это такая структура данных, это вероятностная структура данных. Что она позволяет? Она позволяет класть элементы в нашу структуру. То есть это такой себе в Java мире такой себе хэш-сет, но вероятностный. За счет вероятности мы достигаем меньшего размера нашей структуры, то есть она суперэффективная по памяти. То есть если вы возьмете какой-то наивный подход, вот у вас есть какой-то датасет данных, вы хотите узнавать, вы хотите сделать из него хэш-сет, то размер хэш-сета будет как минимум такой же, как размер ваших сырых данных, плюс там еще какие-то мелочи. Так вот, в случае с бумфилтром мы можем очень-очень классно сжать наши данные, но взамен этого мы говорим, что он работать будет вероятностно. То есть с некоторыми ошибками. Что у нас позволяет бумфилтр? Он позволяет нам вставить какой-то элемент в структуру данных и потом сделать запрос, есть такой элемент или нет. То есть мы с бумфилтром можем гарантированно сказать, что такого элемента нет, либо мы можем сказать, что такой элемент есть, но это может быть ошибочно. То есть какая-то ошибка присутствует, какой-то процент, какая-то вероятность присутствует. ошибки. Как это работает? Работает очень просто. У нас есть какой-то битовый массив m, и у нас есть k хэш-функции h1, h2, hk. И что мы делаем? Для того, чтобы положить элемент в нашу структуру, мы берем его, пропускаем через k наших хэш-функций. То есть мы запускаем первую хэш-функцию, вторую, третью и так далее. И результат каждой нашей хэш-функции это какой-то индекс в массиве. Точно так же, как у нас работают наши хэш-сеты, хэш-мэпы. Так вот, каждая хэш-функция указывает на какой-то индекс. Мы берем этот индекс, ставим в единицу, если он уже не стоит в единицу. И в принципе все. Теперь, когда нам нужно узнать, есть элемент такой или нет, мы делаем в принципе ровно то же самое. Мы опять прогоняем наш элемент через k хэш-функции. И теперь смотрим, если у нас какая-то хэш-функция указывает на элемент, где у нас нолик, это значит, что такого элемента 100% нет. Понятно, да, почему? Потому что если бы там был, если бы такой элемент был, то мы бы и когда клали, туда поставили единичку. Так как там нолик, значит такого элемента 100% нет. Да. То есть в принципе за этим есть математика, которая вы на входе и говорите, там хочу с вероятностью 0,1% или 1%. Оно вам скажет оптимальное какое количество хэш-функций и какой размер массива. Ну и еще вам нужно знать, сколько у вас на входе элементов. Потому что чем больше у вас элементов, тем больше мы начинаем плодить этих единиц, и оно за счет коллизии, получается, этот бум-фильтр ломается в конечном итоге, если слишком много элементов. И что примечательно? То есть примечательно то, что бум-фильтр является коммутативным моноидом. Почему? Потому что, что у нас операция плюс беналь на нашей операции? Это просто логическое иле. То есть мы берем наш бум-фильтр A, бум-фильтр B, выполняем на нем логическое иле, мы получаем бум-фильтр суммы наших A и B. Все просто. Ну и если вы хотите еще моноидов, то вам надо идти сюда. То есть вот эта вот библиотечка Asamem Bird, она использует тоже твиттерскую библиотеку LG Bird, где они реализовали большое количество тонн всяких моноидов. То есть очевидные моноиды — это наши плюсы, максы, мины и так далее. Но есть и более интересные моноиды. Кто-то мне говорил, что сегодня уже рассказывали про гиперлоглог. Ну вот гиперлоглог тоже является коммутативным моноидом. Окей, давайте какой-то подытожим. Что у нас получается? У нас получается, что моноиды, в принципе, это просто какой-то полезный паттерн в функциональном программировании. Вам не надо понимать и читать какие-то талмуды по теории категорий, чтобы использовать моноиды. Думайте о них в терминах паттерна. Как только вы поймете вообще эту идею связывания вычисления, вы увидите моноиды везде. То есть мы прошлись и посмотрели, что в большинстве наших прикладных задач и асинхронные вычисления, и функциональная обработка ошибок, и там везде можно увидеть паттерн монады. Что касается моноидов, ну, в принципе, это просто такое замысловатое название, которое наши математики придумали, используют. То есть это не более чем некоторое ограничение типа. Ну и полгруппы и моноиды, это, в принципе, все о ассоциативности. И если вы хотите все-таки это все скиллить, то о коммутативности. Все. Вопрос. Моноиды, я так понял, общего имеют название очень много букв. Я не понял логически, чем они, что они имеют общего. Моноиды это одно моноиды? Ничего. Просто звучит прикольно. А скажите, встречались ли данные, которые не попадают в полгруппу, не являются моноидом? Которые не являются моноидом? То есть у моноида нет у нас… Нет коммутативности, например… Да, коммутативности у нас нет, например, когда мы начинаем складывать списки или соединять строки. Ну, подождите, моноид нам не говорит про коммутативность. Но если мы хотим скиллить это все, то моноид должен быть коммутативным. То есть, например, если возьмете конконтонацию списков, то это не коммутативная операция, да? Потому что мы поменяли порядок, у нас получился другой результат. Более сложные вычисления, например, расчет средних, медиан или прочее. Смотрите, с расчетом средних не все так просто. Потому что мы не можем взять просто посчитать средних. У нас есть четыре числа, средних для первого, второго, третьего. Что нам нужно сделать? Нам нужно считать сумму и считать количество. Сумма у нас является коммутативным моноидом и количество мы тоже можем скиллить. Потом мы берем в итоге нашу сумму, делим на количество, получаем среднее. Например, скользящая средняя, там нужно рассчитать за период. То есть, это скользащее имеется в виду с каким-то окном? Да. Ну, смотрите, как обычно, ничего не меняется. Как обычно делают окна, например, в шторме. Обычно делают какой-то буфер циклический. И, скажем, мы хотим наше скользащее окно длиной 10 секунд, и обновлять мы результаты хотим раз в секунду. Мы берем кольцо, буфер из 10 элементов. И считаем наши секунды. Прошла секунда, мы пишем в текущую ячейку. Прошла следующая секунда, мы пишем в текущую ячейку. То есть, наш буфер сейчас сдвигается. Если мы хотим посчитать сумму, да, там или среднее, мы берем весь наш этот буфер и на нем считаем. Вот так обычно реализуются в стриминг-процессинге всякие окна. Там у вас был рисунок, на котором бач-процесс и реал-тайм-процесс. Если в обоих окнах произошли ошибки, то... Ну, во-первых, в бетче ошибок не должно быть, потому что нам это гарантирует. Ну, не может быть такой ситуации? В бетче-процессинге, если мы используем, например, в хату, ошибок у нас быть не может. А второй вопрос. Бывают некоммунитативные эмоноиды? Да, но вот мы только что там сочетали списков или, например, списки. Понятно, что формальная верификация корректности программы – это золотой грааль. Вы пробовали хотя бы частично, на основании того, что у вас, например, используется маноид, доказывать корректность программы формально? Ну, частично мы можем ссылаться на вот эту обобщенную теорему ассоциативности. Вы это используете в практике или нет? Ну, мы используем, мы опираемся на то, что наша структура данных ассоциативна. Теперь из математики мы знаем, что ассоциативность исследует обобщенную теорему ассоциативности, а значит, мы можем параллелить наши данные. То есть мы можем скобочки расставлять в любом месте. Ну, формально доказать, я не знаю, что имеется в виду. В принципе, да, можно открыть блокнот и, не знаю, на математическом языке формально отписать, почему. Ну, просто это позволит, например, вбежать от дополнительных кейсов при тестировании. Ну, то есть, в чем, в чем, в чем, в чем вообще, ну, для конкретной задачи в таких языках, как Java, Scala, с этим сложно. Что обычно используется? Обычно используется, максимум, что можно сделать, это можно использовать какие-нибудь property-based testing framework. О чем речь и имеется, в чем там прикол? Там прикол в том, что вы задаете какие-то инварианты, да, то есть говорите, что вот у вас есть ассоциативность, это какой-то инвариант. И дальше этот фреймворк пытается подобрать такие входные параметры, когда ваш инвариант ломается. Но, опять же, это максимум, что вы можете из результата прогона теста сказать, что фреймворк пока не нашел ошибок. То есть, на 100% вы сказали, что у вас все правильно, не можете. То есть, вы можете только, если оно упадет, то вы будете знать, что у вас проблема, но не наоборот. У меня вот вопрос по поводу bloom-фильтра. Вы сказали, это вероятно, что она структура данных. То есть, за каждой структурой данных стоит какая-то проблема, которую решает. То есть, какую проблему решает данная структура данных и область применения? Она решает проблему в том, что если у нас большой датасет, то он занимает много места. Мы хотим использовать меньшее количество памяти. То есть, у нас задача та же. Мы хотим проверить, является ли элемент в некоторой множестве в нашем сете. Но мы не можем себе позволить держать все наши данные. Из применимости, например, представьте, что у вас есть терабайт каких-то данных, и они лежат где-нибудь на диске. То есть, доступ к ним достаточно долгий. Если сравнивать это с памятью, то есть, на порядке, порядке и дольше. И можно сделать такого охранника, гвард, который будет работать с бум-фильтром этих данных. То есть, к нам приходит запрос. Дай мне элемент какой-нибудь из нашего огромного массива данных. Что мы можем сделать? Мы можем пойти в бум-фильтр и сразу же сказать, что такого элемента нет. В чем прикол? Прикол в том, что этот бум-фильтр, если вы возьмете терабайт данных, этот бум-фильтр можно сжать в память, которую легко поместить в оперативную память на одной машине. То есть, у вас практически бесплатный такой запрос, который вам не надо входить в диск, это долго. Вы можете держать в память этот бум-фильтр. Мы быстро посмотрели, если там элемента нет, говорим им элемента нет. Если такой элемент есть, может быть какая-то минимальная ошибка, что мы ошиблись. То есть, мы пойдем в наше тяжеловесное хранилище, в которое ходить долго, и посмотрим там. То есть, например, такой принцип используется в касанре, когда они используют бум-фильтр, чтобы не ходить в диск. Какая гарантия того, что я получу этот элемент? Что-что? Какая гарантия того, что я потом получу данный элемент? Нет, элемент вы… То есть, смотрите, он может ошибиться. И… То есть, вы в любом случае… То есть, вы на 100% знаете, что такого элемента нет? Да. Или элемент такой есть, но с какой-то ошибкой? Спасибо. Вы говорите, что есть станица эффективности, которая ломается. Где это количество балансов? Ну, есть формулы математические, которые связывают вероятность ошибки с количеством данных и с размером нашего бум-фильтра. То есть, как только у вас ваших данных становится слишком много, этот бум-фильтр начинает выдавать все больше и больше ошибок. Поэтому его… Ну, с этим нужно что-то делать. Просто так, например, взять и до бесконечности использовать его в нашем стриминге нельзя. Именно поэтому лямб-тархитектура тут отлично ложится. То есть, у нас получаются какие-то небольшие бачи, внутри которых мы считаем наши независимые фильтры в пределах какой-то ошибки. В Hadoop, в бэч-процессинге, мы знаем, сколько у нас всего данных, и можем взять уже большой бум-фильтр. Потом мы берем эти бум-фильты, объединяем, получаем общий бум-фильтр. — Скажите, пожалуйста, у меня осталось впечатление, что вообще функциональное программирование, оно апеллирует часто к понятию чистой функции. И вот если, допустим, ставить задачу, что какой-то легоси-код переписывать кусками хотя бы на стримы лямбды с учетом монад, насколько критично превращать все функции в чистые? — Ну, да, вопрос хороший. То есть, это такое разделение, это вообще, грубо говоря, хорошая практика в любом языке. Если вы пишете на Java, неважно, на C, на C++, хорошая практика стоит в том, чтобы разделять чистые функции от нечистых. То есть, чистые — это те функции, которые мы им сколько раз не дадим на вход одни и те же данные, мы всегда получим один и тот же результат. То есть, это такие себе математические функции. В чем прикол? В том, что легко вообще понимать, что у вас сейчас происходит в этой функции. То есть, мы не зависим ни от какого внешнего мира, мы не зависим от баз данных, файлов, сокетов, чего угодно. Мы точно знаем, что мы одни и те же данные подадим на вход, получим один и тот же результат. Поэтому разделять их всегда полезно, и на каком бы языке вы ни писали. То есть, и это упрощает и тестирование, потому что если ваша функция зависит от какой-нибудь базы данных, то тестировать это сложно, потому что у вас база данных, база данных может быть в любом состоянии, и вы результат не предсказуем. Но все-таки, если засунуть нечистую функцию в монаду или с помощью нее обсчитывать, это вообще… Это допустимо или нет? Это можно, но она не будет соответствовать нашим законам. В принципе, с практической точки зрения это можно сделать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ